Время новостей на городском телеканале Город увеличивает темпы уборки после зимы Одна на всех победа В Реутове открылась вахта памяти Клоуны и много интересного Торговые центры готовят уникальные вечеринки с подарками для горожан Теперь об этом и не только более подробно Уборка в городе должна идти быстрее На штабе ЖКХ городские власти обсудили планы на ближайшую перспективу На какие территории надо обратить особое внимание И где требуется работать интенсивнее Работать нужно в усиленном режиме И дорожникам, и Тиграну, и всем нашим управляющим компаниям Дмитрий Работы полно В период субботника и месячника у меня просьба такая Обращать внимание и помогать, где есть бесхозные территории Где навалы мусора есть Все городские службы и управляющие компании получили задание Коммунальная техника готова Месячник благоустройства в Реутове планируют закончить еще до общеобластного субботника До 20 апреля в этот месячник благоустройства будут сделаны основные работы Это уборка крупногабаритного мусора, отходов, то что осталось после зимы Песок и прочие отходы, которые образовались за зиму Самое большое количество будет убрано на территориях парков, скверах, общественных пространств и придомовых территориях В субботнике могут принять участие и все жители для уборки выдадут специальный инвентарь В общем, в этот период в Подмосковье предстоит убрать больше 30 тысяч километров дорог Сотрудники госжилинспекции с начала года проверили газовое оборудование почти в 9 тысячах подмосковных домов Также инспекция посетила более 3 тысяч квартир По результатам проверок выдано 3 тысячи 23 предписания и направлено 5 тысяч 286 предостережений собственникам жилых помещений Кроме того, инспекторами возбуждено более 4300 административных дел в отношении юридических и физических лиц При выявлении серьезных нарушений и до их устранения в 92 домах и 167 квартирах приостанавливали подачу газа Неисправности внутриквартирного газового оборудования чаще всего становятся причиной аварии и приводят к гибели людей Редактор субтитров А.Семкин Строительство бассейна в ФОКе и самого физкультурно-оздоровительного центра в северной части Реутова Один из главных вопросов, который реутовчане задали депутату Борису Алиферову на личном приеме Сейчас работы приостановлены, их возобновление ждет в буквальном смысле весь город Отмечу, вопрос находится на личном контроле главы города Станислава Катарова В ближайшее время будет найден инвестор и здание будет достроено Дополнительно будут проработаны проектные документы, потому что там надо кое-что будет доработать И когда будет известен инвестор, здание будет достроено Кроме этого, речь шла о благоустройстве дворов и домов, переселении реутовчан из старого жилого фонда, а также о здравоохранении и образовании Первая школа получила сертификаты на приобретение техники и мебели Вручали деньги реутовские депутаты во время подведения итогов конкурса «Алло, мы ищем таланты» Творческие состязания проводились среди учеников начальных классов в нескольких номинациях Художественное слово, хореография, вокал, сценическая речь и акробатическое искусство Мне бы хотелось отметить, что ребята очень любят выступать на нашей сцене Это для них своеобразная такая, знаете, ступень пьедестала Попасть на общешкольное мероприятие в качестве участника концертной программы Проводился конкурс у нас с января в три этапа И сегодня мы с удовольствием представили финалистов этой замечательной конкурсной программы «Алло, мы ищем таланты» Среди учащихся начальной школы Конкурс и праздник этот прошел на уровне Мы вручили Санне Васильевне еще два сертификата Один сертификат на 100 тысяч рублей, а другой сертификат на 120 тысяч рублей Это от Московской областной думы, от Бронсалова Игоря Юрьевича На приобретение мебели, на приобретение электроники По признанию преподавателей и учеников, победа стимулирует к новым успехам А такие призы очень кстати Они как раз планировали обновить мебель в классах самых юных учащихся Музыка 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 Неделя осталась до перехода Подмосковья на цифровое телевидение Произойдет это 15 апреля Для большинства риутовчан эти изменения останутся незамеченными 95% квартир в Риутове подключены к городской системе кабельного телевидения Которые обслуживает компания Панателл Как сообщили нам сотрудники Если в квитанции за услуги ЖКХ есть строкатель Антенна, значит с переходом на цифровой сигнал никаких перемен не будет Изменения коснутся лишь тех зрителей, чьи телевизоры подключены не к кабельным сетям, а к внешним антеннам Таких в городе лишь 5% В кабельной сети Панателл есть и цифровые каналы Для их просмотра телевизор должен поддерживать систему DVBC Проверить это можно, прочитав инструкцию к телевизору А вот покупать дополнительные приставки нужно только тем, чьи устройства не поддерживают данный формат По всем дополнительным вопросам можно позвонить в компанию Панателл по номеру 8495-791-95-00 Мам, вот приставка для цифрового телевидения, не извини, надо бежать, потом приеду, все настрою Только не опоздай, а то аналог отключат Успею, не волнуйся Давай все настрою Я уже все сделала Позвонила по телефону 8 800 220 2002, мне помогли настроить С 15 апреля аналоговый сигнал отключат в следующих регионах Узнайте, как перейти на цифру по телефону 8 800 220 2002 Или на сайте смотрицифру.рф Малыши со всего Реутова приняли участие в настоящей клоун-пати Детская вечеринка прошла в торговом центре Экватор Конкурсы, викторины и шоу мыльных пузырей никого не оставили равнодушными Взрослых веселье тоже не обошло стороной Им предложили схватить удачу за хвост и преобразиться до неузнаваемости На вечеринке побывала и наш корреспондент Ксения Казакова Вечер, шесть, экватор Детское время начинается В клоун-пати принимают участие все, кому от нуля до десяти Конкурсы сменяют викторины, а потом начинаются командные задания Мне понравился конкурс, когда мы с зонтиком бегали и с шляпами Бегать нужно, давай шипять, мне это нравится Родители от происходящего в восторге И компания устраивает, и главное все это бесплатно Ирина Ломакина в экваторе частый гость Сегодня вместе с сыном Ярославом пришла посмотреть на настоящих клоунов Мы следим в инстаграм, вконтакте, у нас мы подписаны Нам очень нравится, детям нравится, во-первых Все наши друзья приходят, очень много развлечений, подарков Такие активности с развлечениями и подарками проходят в экваторе каждые выходные Ближайшая глобальная акция запланирована на 12 апреля В день космонавтики здесь все будет неземное Это будет совершенно невероятное космическое шоу инопланетян Марсианские бои, танцевальный марсианский флешмоб, космические подарки То есть я прям вот всех предлагаю, рекомендую обязательно на нашу космическую вечеринку прийти Еще одна акция стартует в начале мая, посвящена Дню Победы В этом году удивлять будут круче, чем в прошлом Экватор замахнулся на самолет Причем настоящий военный самолет И-16 Это тот самолет, на котором наши военные летчики совершали множество подвигов геройских И тот самолет, который принимал участие в съемках В бой идут одни старики Пройдут и мероприятия для взрослых Сегодня, например, выбрали героиню для участия в полном преображении Всем мамам предложили участвовать и вытягивать счастливый билетик со словами «Ты преобразишься» Мы будем создавать полностью лук, в том числе прическу, макияж Подберем ей красивую одежду стильную И уже из подобранных вещей героиня сможет выбрать какую-нибудь одну вещь себе на выбор в подарок Ну и кроме всего прочего, на официальных страницах Экватора в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм проходят и еще пройдут десятки викторин Победителям вручат подарки Самых активных участников клоун-пати тоже наградят Те, чьи фото с хэштегом «Клоун-пати Экватор» наберут больше всего голосов Получат ценные призы Ксения Казакова, Александр Попов, телеканал Реутов В Реутовском деловом комплексе «Мир» состоялся девятый открытый фестиваль-конкурс хореографического искусства «Танцевальный калейдоскоп» Более ста номеров, почти тысяча участников, разнообразные костюмы и все оттенки хорошего настроения Живой калейдоскоп наблюдали зрители на сцене Танцоры от 5 до 18 лет соревновались в четырех номинациях Классический танец, народный, эстрадный и современный Выбрать лучших было непросто, но беспристрастное Жюри во главе с Олегом Губиным, заслуженным артистом России Строго придерживалось определенных судейских критериев Таких как, например, техническое мастерство, яркость художественного образа, артистизм и сценическая культура В конкурсе принимали участие более десяти реутовских коллективов И многие из них стали лауреатами первой степени Всего наград удостоились 50 танцевальных групп в разных возрастных категориях Более ста работ представили учащиеся реутовских общеобразовательных школ На выставке рисуют мальчики войну Открылась она в городском музее в рамках вахты памяти И посвящается победе советского народа в Великой Отечественной войне Подробнее о выставке расскажет Дарья Галакова «Враг не пройдет» – так назвал свою работу учащийся первой школы Дмитрий Иванов Юный художник изобразил русских солдат в засаде во время боев в Великую Отечественную войну Картину Димы впервые выставили в Реутовском музее Для него это большая честь и гордость Я уважаю героев Великой Отечественной войны Я иллюстрию их Я иногда рисую портреты великих людей Маршала, Жукова и всех остальных Я рисовала эту картину акварелью И старался очень На выставку «Конкурс рисуют мальчики войну» принимались лучшие работы школьников Одни рисовали фрагменты военных действий или крупных операций времен войны Другие – портреты воинов Например, Андрей Фоменко изобразил участника Великой Отечественной войны И нашего земляка Евгения Жвынчикова Он был в школе математиком Я беру с него пример, чтобы я был таким же математиком Чтобы у меня было хорошо с учебой Он жил очень мало Я начала брать с него пример Потому что он, хоть он прожил мало, но он получил звание лейтенанта Это очень большое достижение Полнота раскрытия темы – главный критерий оценки работ школьников у жюри А также художественное воображение и сложность композиции Они погружались в тот период, в то время, 1941-1945 года И они изучали историю нашей великой победы Нашего великого народа Народа Советского Союза, который победил И вот они через изучение этой истории Они произвели свои рисунки Выставка в музее открылась в рамках вахты памяти Школьники представили исследовательские работы о судьбах реутовских героев войны А затем возложили цветы к вечному огню городского мемориала славы В рамках вахты памяти у нас будут акции Это и бессмертный полк Это уже ставшие традиции вообще во всей стране Это и открытка ветерану Это и помощь ветерану Это и, соответственно, посещение ветерана на дому Потому что у нас в городе осталось всего лишь только 40 ветеранов Великой Отечественной войны Которые живы Которые действительно воевали Завершится акция 9 мая Когда вся страна будет отмечать День Победы Дарья Галакова, Алексей Золотарев, Телеканал Реутов А сейчас коротко о погоде на завтра Во вторник синоптики Гесметио обещают облачную погоду и дождь Утром на термометрах плюс 6, днем плюс 11 Вечером чуть меньше 8 градусов выше 0 А ночью температура воздуха опустится до плюс 5 Ну что ж, это вся информация к этому часу В завершении напомню, если у вас есть новости Расскажите о них нам по телефону 791-8802 Также сообщения можно присылать на наш электронный адрес Тивереутовсобачка.gmail.com В студии была Арина Михайлюк Надолго не прощаюсь, увидимся в следующем выпуске новостей